Мы сегодня запланировали пойти отдохнуть здесь сначала на теплоходе, а потом пойти в кафе отдохнуть с всем классом вместе с классным водителем. Гулять будем, завтра к экзаменам будем готовиться, ну как всегда. А где именно гулять? Ну здесь, а потом домой надо пойти. Парись в контакт, в фонтане купались. Очень весело было. Не узнать невозможно. Сегодня их день. С красной ленты через плечо выпуск 2016. После торжественных линей к выпускнике отправляются кто куда. Площадь Ленина, набережная, братский сад. Для них открыты сегодня все пути и двери. И кажется, сегодня можно все. У девчат и ребят праздник. И грех не украсить его легким градусом. Магазины сегодня не продадут, а вот кафе вполне возможно. Только как быть снарядом. У меня сегодня праздник. Вы не можете мне пить бутылку пива? Я вас очень прошу. Пожалуйста. Там, кстати, милиция. Да. Но я вам чисто здесь просто меня вынесу, и все на улице. Я сейчас сначала обстановку проверю. Хорошо. Лаура не выпускница. Ей старше 18, и она закончила школу. Сегодня она надела форму ради того, чтобы поучаствовать в нашем эксперименте. Прохожим Лаура обращается лишь с одной просьбой. Зайти в ресторан и купить ей алкоголь. Я хочу бутылку пива. Пошли со мной. Нет, я не хочу. Ты зайдешь, один просто узнаешь, что не вернешься. Алкоголь нигде не продают. В кафешках по-любому продают. В кафешках продают. Ты не сможешь покупать, нет. Просто тупо на кассе продают. Давай, пошли. А, серьезно? А, мне не продают. А что ты хочешь? Я хочу пиво просто взять. Пошли. У тебя есть паспорт в классе? А, мне не знаю. Ты не сообщаешь, что у меня нет 18, ты меня купишь? Нет, ты не купишь. Помочь выпускнице чаще всего соглашаются те, у кого еще свежие воспоминания о выпускном вечере и последнем звонке. Молодо оно и правда. Зелено. Одни даже не в курсе, что сегодня день трезвости по умолчанию. Те, кто постарше, лишь предлагают варианты, где можно найти алкоголь. Есть магазин продукты. За час, что мы провели на улице, только три человека. Из 17 отказали помочь школьнице. Не насторожило прохожих и то, что она гуляет одна, без подруг. Меня зовут Лавура. Меня зовут Лавура. Вы не можете мне не продать просто пиво? Нет, ни в коем случае, что Лавура. Мы за здоровый образ жизни. Меня сегодня выпускной. Вы не могли бы мне купить пиво в выпуске? Ну, не покупай. Пример Лавуры другим наука. Впрочем, ни административная, ни уголовная ответственность. За спаивание несовершеннолетних помощникам не грозит. Просто никто и не подумал, что на месте Лавуры в недалеком будущем могут оказаться их дети. Яна Бузычкина, Руслан Асанов, Центр новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова